В преддверии праздника встает такой актуальный вопрос по поводу вина, потому что все же мы христиане, мы должны понимать, что мы не принадлежим этому миру и этот мир, он не должен над нами брать власть. Иисус сказал, что все мне позволительно, но не все полезно. Поэтому вино, оно не то, что Иисус запрещает, если мы будем рассуждать не категории запретов, а категории того, что Бог позволяет, но полезно ли это будет для меня, тогда, я думаю, сила искушения, она не будет настолько сильна для вас. Поэтому я просто вам как рекомендую обратить ваше внимание на Писание о том, что Иисус сказал, что это не будет полезно для вас. Но если все же, если все же такая ситуация, что вы оказались в компании и вам предложили бокал вина и вы его выпили, тогда примите верой в то, что Бог не осуждает вас. Почему? Потому что если человек принимает осуждение в свою жизнь, то он не сможет вообще жить в праведности. Мы должны понимать одну вещь, что мы не судимся по нашим поступкам. Наша праведность, она подарена Богом, как подарок, это праведность Иисуса Христа. Поэтому не зацикливайтесь на тех ошибках, которые вы совершили, не зацикливайтесь на тех слабостях, которые есть у вас, и они есть в каждом человеке. Но если мы будем думать о Христе, если мы будем думать о его праведности, о его силе, тогда, естественно, этот грех, он не будет иметь над нами никакой власти. Просто размышляйте о Боге, размышляйте о том, что он не Бог запретов, он мне все позволяет, но мне это будет не полезно. Но если так случилось, тогда примите праведность Иисуса Христа в свою жизнь. Бог, он прощает, и мы можем прийти к нему и сказать, Господь, прости меня, я не удержался, я соблазнился, но я знаю, что твоей крови достаточно, чтобы омыть всякий грех. Поэтому я вас благословляю, будьте сильными, будьте смелыми в том, что вы принимаете решения в своей жизни, вы не принимаете образ толпы, но вы индивидуальный человек, и у вас есть свое мнение по этому поводу. Отстаивайте свое мнение, отстаивайте свою жизнь.